Призрак замка Танталон В Шотландии, на краю отвесной скалы Бас, прямо над морем, стоит старинный замок Танталон. Он был построен еще в XIV веке, но уже в XVII был превращен в руины. С тех пор разваленный этого замка – всего лишь туристическая достопримечательность и исторический памятник. И все было бы хорошо, если бы в мае 2008 года Кристофер Айтчизон не заметил, придя домой, что очень уж необычный у него снимок получился. Изображение фигуры, облаченной в костюм XIV века в окне шотландского замка, поставило в тупик экспертов, обследовавших фото на предмет подделки. Фотография, снятая в мае 2008 года, запечатлела мужчину или женщину в рюшах, выглядывающего из зарешеченного окна замка Танталон. В замке нет никаких манекенов, там не работают костюмированные гиды, а эксперты подтвердили, что на трех фото нет никаких следов цифрового обмана или использования программы типа Photoshop. Официально признанный скептик по части привидений, профессор Ричард Уайзман, который возглавлял исследование, заявил, «Снимки, безусловно, очень любопытны. Мы показали их сразу трем независимым экспертам в области фотографии, и все они подтверждают подлинность фото и отсутствие каких-либо приемов их обработки». Итак, привидение обитает в руинах шотландского замка Танталон. Это факт. Нам остается только разобраться, чей неспокойный дух блуждает по развалинам Танталона. Для этого обратимся к истории замка. Замок Танталон находится в Шотландии. Он расположен в области Восточный Лутиан, в пяти километрах к востоку от города Нортбервик. В 1350 году этот замок на краю скалы Бас построил Уильям Дуглас. Первый граф Дуглас – племенник сэра Джеймса Доброго. В 1357 году Уильям взял в жены Маргарет, сестру Томаса, графа Мара, которая родила ему сына Джеймса. Когда граф Мар умер, Уильям стал любовником его вдовы, которую тоже звали Маргарет, и которая наследовала мужу, и после его смерти стала графиней Ангуса и Мара. Она также родила ему сына Джорджа. В 1384 году Уильям умер. Ему наследовал сын от законной жены Джеймс, второй граф Дуглас. Но спустя четыре года он погиб в битве при Оттербене. Маргарет, бывшая любовница первого графа, потребовала, чтобы замок перешел к ее сыну. В 1389 году она завещала сыну графства Ангус, который таким образом стал Джорджем, первым графом Ангуса. Это внесло раскол в могущественный клан Дугласов. Главой основной ветви клана был Арчибальд, незаконно рожденный сын сэра Джеймса Доброго, которого англичане из-за сурового норова прозвали Черным Дугласом. Потомки Арчибальда стали называться Черными Дугласами, а графа Ангуса – Рыжими Дугласами. В 1491 году Арчибальд, пятый граф Ангус, вступил в союз с королем Англии Генрихом VII, собираясь помочь англичанам пленить шотландского короля Якова IV. Но заговор был раскрыт, и Арчибальд засел в Танталоне и начал готовиться к осаде. В октябре Яков IV прибыл к стенам замка. В летописях не осталось записей о том, чем закончилась осада, однако известно, что потом король по неизвестной причине простил изменника и даже одарил его на Рождество черными бархатными одеждами. В 1528 году Танталон осадил король Яков V. Осада длилась 20 дней, и тогда замок взять не удалось. В 1529 году Яков V сделал еще одну попытку, и она оказалась удачной. Пока Арчибальд, шестой граф Ангус, был в отъезде, король подкупил охрану и захватил Танталон. Он тут же начал перестраивать замок, используя в работах камень зеленоватого цвета. Таким образом, сейчас можно отличить старые постройки от построек времен Яков V. В 1651 году, после осады Кромвелем, замок был практически превращен в руины. В 1669 году Танталон купил сэр Хью Далримпл, но не стал восстанавливать замок, чтобы сделать его вновь пригодным для жилья. Только в конце XIX века его потомок сэр Уолтер Гамильтон Далримпл принял меры против того, чтобы замок окончательно не развалился. В 1924 году Танталон был передан государству. Итак, чей же призрак блуждает в руинах замка Танталон? Продолжение следует... Продолжение следует...